Приветствую вас друзья! Ну что же такое впечатление, что рынки по обе стороны Атлантики имею ввиду и Америку и Европу продолжают терять напрасно силы в бесплодной борьбе за удержание локальных высот, которые были достигнуты потом кровью к концу прошлой недели. Тяжело достигнуты, но ничего пока не получается в плане их удержания. Сползают индексы вниз под ударами энергетического кризиса, сохраняющихся и все более растущих инфляционных ожиданий и уже совсем не прикрытых угроз рецессии. Сползание идет медленное пока по индексам, но выглядит оно на данный момент чем-то неостановимым. Если посмотреть на дно под фактической ценовой областью поддержки в диапазоне 3650-3800 пунктов по индексу S&P, широкому рыночному индикатору Wall Street, оно еще не провалилось, что называется. Так же как и аналогичное дно в районе 3350-3450. Это такие опоры моста над пропастью для индекса по Евростокс 50, ведущих континентальных компаний Европы. Но перегрузка явно уже, так сказать, вот этой зоны и давление на нее понижательно нарастает. В этот понедельник отмечу, что стратегии из Goldman Sachs выразили мнение о том, что S&P 500 может упасть до потенциальных минимумов ниже отметки 3150 в случае сценария рецессии. На данный момент, напомню, чуть ниже 3800 индекс находится. И одно дело, если бы это было какое-нибудь там глупое граффити на заборе написанное, или просто безымянный голос из колпы комментариев под очередной статьей. Но это все-таки, как-никак, официально опубликованный прогноз у одного из величайших и очень-очень успешных инвестиционных банков в истории и за последнее время тоже. Вот аналитики, собственно, Goldman Sachs заявляют, что S&P 500 компании, вероятно, как они выражаются, преодолеют низкую планку, то есть опустятся ниже прогноза по росту прибыли ИПС, прибыль на акцию. В среднем этот прогноз, они ожидают, что он составит плюс 6% год к году, с годовым исчислением. Но это выглядит явно недостаточным по сравнению с прогнозом, который они давали раньше, в районе 9%, и это пока замечат только второй квартал. И, конечно, недостаточно по сравнению с инфляцией, которая превысила 8,5%, как в Америке, так и в Европе. А по Америке еще и ждут цифры потребительских цен в эту среду, и ожидания экспертов Блумберга средние 8,8%, то есть, что переплюнет инфляция и прежнюю планку. Однако даже экономическая модель, при которой рост слабее инфляции, не является главной причиной разочарования, которое накрывает сейчас инвестиционные рынки. Например, смотрите, финансовые отчеты выйдут крупнейших банков. Уже к концу этой недели мы узнаем результаты. Это будет JP Morgan Chase и Morgan Stanley. В дальнейшем будут другие банки отчитываться. Но могут ли они содержать сравнительно оптимистичные цифры? Конечно, в принципе, могут. Это все еще возможный вариант. Но даже если так, то это будет только за прошедший уже период, то есть, за второй квартал. В принципе, все сейчас более или менее себе представляют, как могли бы обстоять дела за второй квартал. В компаниях с финансовым положением, с платежеспособностью по кредитам. Кредитам, собственно, в связи с чем, да, банковской отчетности может быть интересно в точке зрения других секторов экономики. Но, тем не менее, все эти цифры – это все про прошлое. И возможные проблемы, связанные с вступлением в новый цикл рецессии, они, конечно, не учитывают. То есть, как бы рынок интересует какие-то цифры, которые могут прийти за следующее полугодие, за третий, четвертый квартал. Потому что только там может появиться ясность, насколько сильно угроза рецессии или уже возникшая рецессия, замедление экономики воздействует на корпоративные прибыли. Пришли ли они в убытки, скажем, эти прибыли, если да, то на сколько. Только такие вещи могут в потенциале успокоить как-то инвестиционное сообщество. Но вот стратегии Goldman Sachs в своей записке для клиентов, они явно пытались подчеркнуть в сущности вот те же мысли, которые я сейчас высказал, ну, изумеется, в более обтекаемой форме. Все-таки это очень известные инвестиционные банки, он должен как бы все-таки следить за базаром. И вот, собственно говоря, там они говорят о том, что возможно, возможно, как бы, что на фронте комментариев, вот так они говорят, могут возникнуть снижение прогнозных оценок. Ну, то есть, грубо говоря, да, в переводе на нормальный язык, может, цифры будут, так ничего себе, но комментарии могут погасить положительный эффект. Вот, грубо говоря, можно было бы сказать так. Кроме того, вот эти сценарии, которые они все еще упоминают на половину полного стакана, я сейчас вам их продемонстрирую, все-таки они бледнеют в тени более мрачных математических оценок, которые содержатся тут же рядом. То есть, в частности, по-прежнему они говорят, что базовые наши сценарии предполагают как варианты, что экономика может избежать рецессии, так и варианты умеренной или сильной рецессии. Вот в базовом сценарии, где экономика избежит рецессии, они прогнозируют, что в среднем прибыль на акцию по всему срезу рынка будут на уровне 8% по итогу года против 10%, которые ожидает или ожидал раньше, скажем так, консенсус рынка. По 2023 году 6% против предположительно раньше 9%. То есть, уже даже в сценарии, что рецессии нет, видите, заложены такие как бы снижения. И в этом сценарии заложен, правда, рост индекса S&P 500, но не такой большой, правда, до уровня 4.300, тем не менее, рост. И тут же в следующем же предложении Goldman Sachs говорит о том, что в условиях умеренной рецессии наша модель предполагает, что к 2023 году в среднем прибыль на акцию снизится на 11%. Но, как говорится, ничего хорошего, да, по сравнению с текущим консенсусом дела обстоят так. То есть, как бы они в целом тут же упоминают плохие сценарии, и они выглядят страшнее, да, что называется. Но на данный момент, пока с начала недели, основные мировые индексы они потеряли немногим более 0,5% в понедельник, примерно столько же к середине дня вторника, то есть не так много. Однако в предыдущие месяцы, заметив, что более интенсивные падения, они начинали в то же время и с более высоких пиков. Сейчас вот эти максимумы конца прошлой недели, они ниже, и даже с этих низких максимумов, как видите, цены медленно, не спеша, но соскальзывают. То есть, очевидно, что слишком много людей на рынках рассматривают рецессию как уже полностью предопределенный сценарий. Просто готовятся постепенно к худшему и ожидают без уже каких-то сюрпризов, да, ожидают, что будут признаки, которые будут подтверждать эти негативные ожидания. Но вот последний, буквально сегодняшний пример, индексы ZEV немецкие вышли. В Германии индекс текущих условий упал до уровня минус 45,8 в июле. Месяц назад он был 27,6, то есть, падение очень заметное, и это самые низкие показатели пока что с марта 2021 года, то есть, как бы, когда глубоко все были еще в пандемии, а вот индикатор экономических настроений ZEV, он вообще антирекорд за десятилетия установил минус 53,8 пункта, то есть, ниже было только время, там, на дне кризиса практически 2008 года, и был еще период долгового кризиса европейского 2012-2013 год, вот там тоже ненадолго опускался ниже. И, в общем, все готовы к тому, что могут появиться новые предупреждающие знаки, поскольку энергетический кризис ЕС пока только усугубляет. Готовится, вот сейчас, да, что вступит в силу запрет на морское страхование для любых танкеров, перевозящих российскую нефть. Да, все, наверное, как-то необходимо, тут уже вот пишут, что Британия только получила за последние месяцы несколько поставок фактически российской нефти под видом нероссийской, пишет британская газета, но, тем не менее, да, это все не способствует успокоению обстановки, также в Европе очень беспокоится, что Газпром может не только там на 10 дней остановить северный поток, первое имеется в виду, да, сейчас для профилактических работ, но на более долгий срок, скажем, тем более, что пока не может решиться вопрос с транзитом грузов через Калининград и Литва, как бы, занимает свою очень обособленную позицию и даже руководство ЕС никак не может продавить ее и убедить, хотя бы явно пытается, что это уже перебор. Но вот вполне может быть такое, что какой-то аргумент будет задействован энергетически в этом споре. Так это или нет, не знаем, посмотрим, но в любом случае это нагнетает страсти дополнительно, конечно, во всем, что касается западных рынков, поэтому в данный момент сложно предполагать какие-то заметно позитивные сценарии на ближайшую неделю-две.